Сегодня поговорим о цене биткоина. Приготовьтесь и присядьте, потому что Вилли Ву сегодня показал новый график цен. Он предполагает, что следующий буллран начнется в течение июля, то есть в следующем месяце. Сегодня я поговорю не только о ближайшей краткосрочной перспективе и о том, что цены на биткоин движутся по бычьему паттерну, ну, называйте как хотите. Я расскажу о том, что возможно цена на биткоин снизится до этой планки из-за предшествующего постепенного повышения цены. Либо мы в итоге получим резкий скачок до этой сумасшедшей невероятной цены. Я буду показывать вам до самого конца этого видео, как цена биткоина будет двигаться в долгосрочной перспективе. Итак, ребята, мы будем соединять точки и сравнивать результат с этой невероятной и удивительной ценовой моделью, представленной Вилли Ву, единственным в своем роде. Как вы знаете, обычно его прогнозы довольно точные. Мы достигнем осенних высоких показателей по всем индикаторам, представленным здесь на биткоин-блокчейн. Поэтому очень прошу вас набраться терпения. Пролистайте вниз, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну и конечно же нажмите колокольчик, и все готово. Добро пожаловать на ММ-крипто. Меня зовут Крис, и как обычно мы сразу же переходим к сути видео. Итак, ребята, мы, как и раньше, начинаем с анализа информации по биткоину. И перед тем, как я покажу вам эту невероятную ценовую модель от единственного и неповторимого Вилли Ву, который придерживается бычьего сценария. Очень приятно, кстати, быть не единственным, кто так думает. Если вы уже несколько лет следите за криптофорумами, вы должны знать, что его прогнозы обычно сбываются. И сейчас он как раз предсказывает официальный старт бычьего рынка в ближайшем времени. Я назову вам конкретный день, а также конкретную предполагаемую цену. Смотрите до конца. Но перед этим я бы хотел начать с обзора очень важной TA. Здесь мы можем увидеть очень интересный паттерн развития биткоина. Это возможный, скажем так, бычий паттерн, следующий за постепенным повышением цены. И это одна из наиболее интересных вещей, которые я видел за очень долгое время. Вы, наверное, помните наше видео, которое вышло несколько дней назад, где мы говорили о понижении постепенно повышающейся цены. Как видите, биткоин все же начал понижаться с этой точки, и предполагаемая цена должна быть очень-очень низкой по медвежьему паттерну, примерно на отметке в 4800 долларов. Вопрос в том, достигнем ли мы этой предполагаемой цены. Итак, ребят, если вы медведь, то радоваться вам нечему, потому что биткоин сейчас поддерживается вот этим вот красным блоком. И я расскажу вам о своих вариантах развития событий по поводу биткоина. Обычно все идет по обычьему сценарию, но это еще не точно. Но если это все-таки то самое, то это хороший знак для нас, учитывая тот низкий уровень, которого достиг биткоин пару дней назад. Снова отмечу, что он поддерживается над этой красной областью. И если я воспользуюсь VPVR, то вы увидите, что этот красный блок идеально совпадает с графиком VPVR. Поэтому очень важно, чтобы биткоин оставался на этом уровне, не только из-за VPVR, но и многих других вещей помимо этого. Ведь если мы опустимся, то следующая поддерживающая область будет в районе 7200 долларов. Нет, так не пойдет, ребят. Другая причина в том, что мы должны оставаться на уровне 8600 долларов, чтобы не допустить этого. Однако это, конечно, не дает никаких гарантий. Если мы воспользуемся таблицей с числами Фибоначчи, то мы увидим, что эта область идеально совпадает с 0,236 в таблице с числами Фибоначчи. И опять же, это совпадает с бычьим сценарием. Когда происходит отскок на уровне чисел Фибоначчи, это довольно показательно, что бычий сценарий имеет место быть, и по нему идет цена биткоина. В данном случае мы идем на спад, и рано или поздно цена совпадет с бычьим паттерном. И если цена упадет, то единственное, на что мы можем надеяться, что она задержится на отметке в 0,382 в таблице Фибоначчи. Но я вам скажу так, это также совпадает с самой низкой ценой здесь, что не очень-то по бычьей. И это также увеличит вероятность достигнуть 7100, и может быть даже до золотого кармана в цене 6400 долларов. И это все соответствует медвежьим целям. Но до тех пор, пока цена не снижается, я придерживаюсь бычьего сценария, потому что здесь у нас очевидный бычий паттерн. И до тех пор, пока цена не снижается, вероятность остается достаточно высокой, достигнуть этой точки, соответствующей бычьему паттерну. Очевидно, скоро произойдет следующий параболический разворот. Тем не менее, Вилли Ву еще один бык помимо меня. И я, кстати, очень рад всем быкам, особенно если они такие же уважаемые, как Вилли. Он прогнозирует что-то невероятное. Он видит, что в краткосрочной перспективе возможен медвежий вариант развития событий. А я же покажу вам, почему вы должны читать между строк. И я, кстати, тоже думаю, что это возможно. Он говорит, что начиная с июля, то есть в течение следующего месяца, мы увидим значительный скачок вверх цены биткоина. И мы увидим очевидный бычий вариант развития событий для биткоина. И прежде всего, я бы хотел вам показать предполагаемую бычью цену. Представим, что мы начинаем отсюда, и назовем это бычьим паттерном. Тогда предполагаемая цена должна быть примерно здесь. И это, конечно, не самый красивый бычий паттерн. Но я вам покажу, что если вы перетянете эту линию сюда, то вы увидите последний наивысший показатель в 14000 долларов. И знаете что? Это прошлогодний показатель. Я думаю, что мне не нужно вам объяснять, насколько интересно это совпадение. Но если эта постепенно повышающаяся цена окажется тем, что происходит прямо сейчас, то примерная предполагаемая цена составит 4800 долларов. Но если это окажется неправдой и произойдет от отскок, тогда отметка в 14000 долларов – это очень вероятная предполагаемая цена. Но на данный момент я не торгую в этом направлении. Еще раз, для всех медведей, которые троллят в комментариях, я не буду участвовать в сделках, пока сделки не начнут закрываться около ближайшего бычьего флага, который должен быть в районе 9500 долларов. Сейчас биткоин не выглядит идеально по-бычьему. Если я включу EMA Ribbon, то вы можете увидеть, что мы здесь очень близко к свече, которая идет вниз. Я гарантирую, закрытие дневной свечи внизу – это очень помедвежье для биткоина. Итак, мы хотим видеть биткоин, закрывающимся здесь или здесь. В другом случае я воздержусь, потому что очень вероятно, что мы получим очень низкие цены. В прошлый раз, когда цена упала по графику EMA Ribbon вниз, биткоин начал сопротивляться здесь, а затем резко скакнул вниз. Поэтому медведи не радуйтесь раньше времени. Но я хочу также сказать быкам, что мы очень рискуем сейчас, поэтому лучше подождать, чтобы ситуация на рынке прояснилась. А до этого я воздержусь. Но вы, ребят, конечно, можете делать, что хотите. Но прямо сейчас мы на очень важном переломном моменте, потому что сейчас график движется довольно ровно, но в скором времени он может очень сильно сдвинуться. И я не хочу, чтобы рынок указывал мне, как лучше поступить и на что ставить. Но сейчас, ребят, давайте перейдем к модели развития от Вилли Ву. Большое ему спасибо за этот график развития, который я вам сейчас покажу, и за модель цены, которая предсказывает крупный Bull Run, по довольно специфичной предполагаемой цене. Но перед тем, как показать вам эту схему, я хочу обратиться ко всем зрителям из Германии и России. Кстати, на наш немецкий канал уже подписалось около 9000 человек. И у нас теперь есть русский канал, который мы только запускаем, и на нем будут появляться видео с профессиональной озвучкой и переводом. Поэтому нажимайте на ссылку в прикрепленном комментарии, если вы из Германии или России. Подписывайтесь на каналы и жмите на колокольчики. Вы будете всегда в курсе всех новых видео на немецком, которые озвучивает сам Крис, а на русском буду озвучивать их я. И прямо сейчас вы слышите мой голос. Поэтому, опять же, подписывайтесь на каналы прямо сейчас. Итак, смотрите. Вилли Ву только что выложил твит, буквально пару часов назад. Я думаю, он сделал его вчера вечером. И сейчас этот твит распространяется очень быстро, и люди буквально сходят с ума от того, что он пишет. Итак, он говорит, что это новая модель, над которой он работает. И по ней цена начинает увеличиваться по геометрической прогрессии в сторону бычьего паттерна. И он не имеет в виду короткий буллран с 9000 до 12000 долларов. Он говорит про макро буллран, который стремится к новому рекорду цены. Итак, во-первых, он говорит, что биткоин и так двигался по бычьему сценарию до ковида, который все испортил. То есть эта модель была исключена из-за внешних факторов. Во-вторых, предполагается, что по этой модели мы приближаемся к еще одному буллрану, который произойдет в ближайшие месяцы. Давайте развернем эту модель. Вы можете увидеть, что между 2012 и 2020 на этом графике есть линия, конечно, ее не очень хорошо видно, но все равно, по которой можно увидеть, что цена отскакивает от этой линии в нескольких похожих случаях и переходит в буллран. Это очень субъективный индикатор, который называют индикатор ВУ. И то, что мы видим здесь, это то, что каждый раз, когда начиналось бычье параболическое развитие, то вот здесь внизу по его индикатору видно, что цена отскакивала. И когда это происходило, цена повышалась в геометрической прогрессии и увеличивала прибыль в 3, 4, 5 раз. В следующий раз то же самое произошло в 2013 году, и цена пошла на увеличение после точно такого же отскока. И биткоин достиг новой самой высокой цены. После этого начался сумасшедший медвежьий период в 2014-2015 годах. И только в 2016-м наконец-то снова происходит скачок. Здесь вы видите, что цена на биткоин снова резко увеличилась. То же самое произошло вот здесь. Произошел резкий скачок с 4 тысяч долларов аж до 14 долларов. И это был наш следующий скачок в геометрической прогрессии. И он говорит, что ситуация с ковидом повлияла на его модель в этой точке, хотя я бы с ним не согласился и сказал бы, что даже здесь модель была верна. Потому что здесь у нас и так не произошло скачка. Цена на биткоин была все еще далека от этой линии, и сейчас она немного изменится и укрепится. Я могу гарантировать, что мы снова достигнем этой линии и получим вполне очевидный отскок цены вверх. И Вилли Ву говорит, что следующее бычье движение начнется как раз тогда, когда мы достигнем этой линии. И если мы перейдем к этому твитту, он предсказывает следующий буллран приблизительно в следующем месяце. То есть он произойдет приблизительно в июле, который наступает уже через два или три дня. И самое интересное, это недавнее закрепление и стабилизация цены биткоина. Смотрите, биткоин скакал туда-сюда продолжительное время, около года или типа того. Это на самом деле очень сумасшедшая вещь. И он говорит, что чем дольше это продолжается, тем выше будет максимальная новая цена. Он предполагает, что новая цена достигнет этого уровня, этой верхней зеленой планки, примерному среднему уровню. Учитывая все средства на рынке, это средний показатель, который больше в 35 раз, чем показатель 2009 года. Также здесь показаны максимальные цены за 2011, 2012, 2013 и 2017 годы. И скорее всего здесь будет показан следующий скачок. Чем дольше происходит укрепление, тем выше цена, чем дольше укрепление, тем выше этот средний показатель, а также выше верхний порог, который может быть больше в 35 раз. Итак, ребята, я хочу вам сказать, что чем дольше происходит закрепление, тем больше бутылок шампанского мы откроем. То есть чем дольше длится этот процесс, тем выше будет новая максимальная цена. Также хочу обратить внимание на кое-что еще. Вспомните предполагаемое движение цены к 14 тысячам долларов. Помните, что цена на биткоин может также и снизиться. Но помните все, о чем мы говорили об и чьей модели в Вилеву. И посмотрите на эти данные блокчейн-транзакций, которые я вам покажу. Я много раз вам показывал, что баланс на бирже становился все меньше и меньше до тех пор, пока люди не начинали выводить свои биткоины с биржи, тем самым уменьшая количество валюты на бирже и влияя на соотношение спроса и предложения. А, как вы знаете, итоговая цена зависит от соотношения спроса и предложения. Так же происходит и на бирже. Сейчас предложение уменьшается. Кстати, огромное спасибо GlassNote. Ссылку на бесплатную регистрацию вы можете найти в прикрепленном комментарии к этому видео. Итак, здесь вы можете видеть уровень предложения за весь год. Посмотрите, цена на биткоин, которая почти не менялась в течение года, теперь перешла порог, достигла нового максимума. Посмотрите, больше 60% бездействующих в течение года и больше биткоинов не двигаются и сейчас. И вот как раз здесь все точки соединяются. Все, что происходило год назад, мы достигли уровня в 14 тысяч долларов. Привело к тому, что больше 60 бездействующих больше года биткоинов все также остаются в кошельках. Ребята, кажется, эти люди и не думают продавать их ниже цены в 14 тысяч долларов. Что, кстати, также совпадает с нашей предполагаемой ценой. Достигнем ли мы этой суммы за июль? Этого я точно сказать не могу. Но помните, что спад менее вероятен. Не забывайте про числа Фибоначчи. У нас здесь значительная поддержка. Также поддержка есть и на уровнях 8600, 7600, 7100 и в золотом кармане равном 6300 долларов. Но это в худшем случае. Каков же лучший исход? 14 тысяч долларов, 20 тысяч долларов и следующий ценовой рекорд, согласно Вилли Ву. Итак, ребят, если вы проведете несколько несложных математических операций, вы сможете рассчитать свои риски в соответствии с нынешней ситуацией на рынке. В долгосрочной перспективе, я беру большой период, не говорю о сегодня или завтра, вам нужно знать, что такой многообещающей ситуации на рынке еще не было. А смотрите ли вы на среднюю стоимость биткоина или все-таки рассчитываете исходы в долгосрочной перспективе? Вы можете высказать в комментариях под этим видео. Также я не могу сдержать свой восторг. Вы просто сумасшедшие. Последнее видео снова набрало больше 3000 лайков. Без вас не было бы этих видео. 3000 лайков, это просто невероятно. Спасибо вам огромное за это. Спасибо за то, что вы всегда ставите лайки. Это очень круто видеть, что видео находится в топ-5 по количеству лайков. Спасибо огромное за это, ребята. Вы лучшая криптосемья в мире. Спасибо огромное за подписку. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых видео на канале. Только так вы можете удостовериться, что Ютуб не будет влиять на ваши рекомендации, и вы будете в курсе, когда выйдет новое следующее видео. Итак, спасибо за лайки на этом видео. Мы рады видеть вас на нашем канале, как всегда. Увидимся в следующем видео на ММ Крипто. Пока-пока.